так друзья привет у меня около тысяч просмотров ютюбе как было так и осталось уже достаточно длительное время так остается какие бы ролики я бы не снимал хоть игры в теннис хоть куда-то поездки все равно количество просмотров особо не растет я подумал собственно сейчас хочу я буду париться еще я буду вставать еще и будут одеваться как пособно ролик до записывать какая разница если результаты в принципе тот же самый да и вообще все что я получаю от youtube это 100 долларов примерно 1 год который я уже три или четыре раза 3 или 4 был транше всего я сливаю практически в тот же день ночью я буду разморачиваться поэтому сегодня я запишу вам ролик так как мне удобно как ведь я с позитивным настроем сейчас разве что не лень вставать это нормально это мое обычное состояние последнее времени так вот о чем я хотел поговорить да сейчас не лучшие времена безусловно как это можно отрицать никак после прекрасного июля наступил август когда череда слива последовала будем говорить откровенно что в июле было очень много ставок в том числе на маленькие коэффициенты это очень часто сходило с рук но наступили моменты когда с рук это перестал сходить и естественно как я уже говорил в одном из последних роликов поражение на маленьком коэффициенте оно воспринимается куда более болезненные ты к нему не готов думаешь что здесь то все пройдет наверняка ты рискуешь большой частью баланса когда это большой части баланса нету ты очень сильно расстраиваешься и вслед за этим может слиться и еще очень и очень много в пять в десять в двадцать раз больше как собственно и было потом в августе поэтому мелкие кэфы это величайшее зло вот вчера вчера я в целом доволен был очень своей работой в целом вас начало мне повезло я откровенно взял очень рискованный кэф 364 мне стало две тысячи потом не поднялся и в дальнейшем и у меня баланса было больше двадцати тысяч и отложил даже 9000 внес мне долг сегодня вернули и все это время заметьте я работал только на очень хороший кэффициент больше двойки 18 там один буквально кэффициент был 16 там был самый маленький в целом это была прекрасная работа где-то я как же торопился когда похоронил одну ставку уже на бадминтон поставил уже следующую на 7000 потом варим понял что все-таки бадминтон заходит и эту ставку продал да это было торопливое решение не стоило его принимать и ждать до конца в целом в все было очень хорошо и примерно так и нужно работать брать большие коэффициенты относительно большие чтобы случае поражения ты так как уже заранее был готов ты знал что ты рискуешь ничего страшного тут не происходит и ты чувствуешь себя нормально вот но благодаря чему все опять испортилось а все благодаря тому же я уже собственно на канале в telegram писал может быть не все читают кто-то youtube только смотрит ночью я влез в матч карловича опять-таки тут к слову о том что нужно думать своей головой я и немало каналов прочитал в принципе с ними согласился что действительно последний турнир карлыч он будет предельно мотивирован да и судит у них часто были тайбрейки постоянно первом сети для втором часто тоже поэтому поставить тайбрейк в первом сети было очень хорошей идеей как по мне кто-то даже писал что никогда в жизни вообще карлыч сугиту не брейканет а он брейканул даже дважды первом сети ну хорошо допустим я согласился но много-много я поставил слишком вот это была ошибка это первая была ошибка поставил я 5000 потом был ошибкой вообще ждать до трех ночи практически тем самым когда матч пошел не так уже я был абсолютно не выспавшийся злой раздраженный и это повлекло дальнейшие шаги а дальнейший шаг был поставить что карлович не просто выиграть сет уж слишком маленький был коэффициент а удержит эту фору в три гейма всего лишь нужно было взять три своих подачи одну взял но потом проиграл свою подачу а я поставил загрязь над 121 опять опять вернулся к этим маленьким коэффициентом и судьба меня жестоко наказала подача была отдана ставка была продана от 16000 осталось 900 рублей буги тоже не сильно верили что карлович снова брейканет однако снова брейканул но в это время ставка была уже продана снова маленький коэффициент меня погубил весь день оставил без него ну вот стоило один раз вернуться и судьба покорала правильно писали что дисциплина это когда сто процентов дисциплина а никогда 73 80 если тебе говорят что не нужно совать пальцы в розетку это не значит что один раз в неделю можно совать а все остальные нельзя нет них нельзя совать туда никогда если тебе говорят что нельзя переходить оживленную дорогу на красный свет то это не значит что ее нельзя переходить шесть дней в неделю один день можно одного раза не только одного дня недели на одного раза будет достаточно чтобы больше вы уже никакую дорогу никогда не переходили вот уже самое произошло и с матчем карловича все закономерно вместо того чтобы во первых поставить сделать первый нормальный шаг на нормальную сумму 2003 максимум лучше 2 конечно я поставил 5 это первое второе я снова попытался перебежать дорогу на красный свет подумав то ладно это карлович чем-то да подает до конца и ведь хуже всего то что возможно так сказать этот урок не пошел бы мне впрок выиграв на карловича кто знает возможно я бы там скажем взял потом еще кто-то больше втором сеть восемь с половиной например за какие-то один и один ну вряд ли но всякое могло быть ну что теперь рассуждать что могло бы что не могло короче я попал под машину вчера очередной раз ничего нового там нету сегодня справедливости ради я могу сказать что я ставил только на нормальные коэффициенты но все время не к сожалению мне не везло в одном случае с 5 2 человек слил матч тоября до 10 в другом случае тоже пара геймов не в теннисе не хватило для стоял минусовая фора ну вот в настолке человек слил с 5 но четвертую партию могла быть вполне 5 шансы в ее 50 на 50 но тоже увы но сегодня мне за коэффициенты не стыдно как в этом плане я молодец но что толку от того что я сегодня молодец сегодня я стоял только в обамке в этом я не молодец но естественно я рисковал особенно в теннисе где я брал минусовую фору там я думаю что все будет нормально это мой шанс раскрутиться это еще был донат 10 тысяч поэтому обидно что тот донат который предназначался в середине сентября он сейчас поступил и вот так вот бездарно он улетел неприятно но брал я по крайней мере за нормальный коэффициент сегодня я на красный свет дорогу не перебегал что называется но после вчерашних происшествий уже как бы меня машина сбила вчера я уже сейчас где-то в раю плитаю хотя вы скажете какой тебе райт и 2 попадешь нет я человек добрый зла никому никогда не делал поэтому естественно я подобрать поэтому сегодня я никакую дорогу перебегать уже не мог сегодня моя душа так сказать только летала здесь а тело было уже сбито вчера карловича и сугитый но на то и день на то я и день чтобы воскресать поэтому воскрес меня скорее всего уже завтра вернусь на этот свет продолжу ставки денег у меня очень очень мало ситуация очень очень непростая мы с вами из таких ситуаций выкарабкивались не раз выкарабкаемся и снова естественно мы вчера сделали три уфа не подъем 600 рублей что вы думаете мы с любой другой суммы не поднимемся запросто как раз плюнуть завтра будет подниматься с двух тысяч двухсот рублей но возможно будут еще какие-то добавления впоследствии карму хотели почистить еще в понедельник вторник как минимум даже если нет поднимемся до 2500 рублей 2200 то есть ничего страшного в этом нет главное главное просто не перебегать дорогу на красный свет больше маленький кэф это самое большое зло которое только существует вот это то что я хотел вам сегодня сказать не бегайте на красный свет и все будет нормально пока